Принцесса Пить? Это ты сама и такой, например, придумала? Нет, это из Марио. Ага, вот эта принцесса, это из Марио? Да. Ты нас уже снимаешь? Привет, друзья. Привет. Привет, да? Думаю, поздороваемся. Мы с Агатой два сегодня больных человечка, да? Я вообще хотела свой блог начать совсем по-другому. Не получилось, а не получилось. А как ты думаешь, из-за чего не получилось? Есть на это причины какие-то? Просто Агата немножко устроила капризунь, да? А мама на нее сорвалась. Да? Да. Хотя мы стали в хорошем настроении, да? Зеркал? Ага. А ты как думаешь, почему мама сегодня в розовом цвете одета? Ага-то это мой самый главный критик. Мы болели, и я почти три дня пролежала в Лешку и Агата тоже. Так Агата еще находилась внизу здесь, а мама там, наверное, спами на кровати лежала. И она мой главный критик. Она всегда приходит, и если ей не нравится, как я ее выгляжу, она всегда говорит, мама, почему ты некрасивая? Мама, почему ты красивая? Да? И розовый цвет – это Агатин цвет, да? Ты любишь, да? Да? Угу. Вообще, я хотела рассказать, что мы заболели. Агата у нас ездила на экскурсию с Аликом, да? Куда вы ездили? На ферму? Угу. Вот. Они до этого тоже несколько раз куда-то собирались ездить, и я Агату не отпускала, потому что... Ну, я, наверное, из тех мам, которые очень сильно переживают по поводу того, что... А вдруг автобус сломается, а вдруг не доедут. И еще в связи с последними событиями, которые происходили в России, в Кемерово или так далее, как... Ну, Костя так на меня посмотрел. Когда с детьми произошла трагедия, я тоже теперь боюсь куда-то отпускать. В кино или на какие-то площадки, где они остаются без меня. Но тут я отпустила, потому что они ехали на ферму кормить козочек, да? Угу. Во-первых, там задержались, приехали очень поздно. Вот Агата приехала оттуда... О, я выиграла! Молодец. И я, конечно, не удивилась. Она приехала оттуда и приехала с температурой. То есть вечером у нее подскочила температура 39,4. Вот. И на следующий день я слегла. Я не знаю, кто из нас был заразный. Модька с Костей как-то держится, да? Угу. А мы... И непонятно, какой-то странный вирус. То есть вот у нее два дня держалась температура, мы ее сбивали. У меня температура поднялась там первый раз в 37 с копейками, как говорится. И все, и больше температуры не было. Но при этом все симптомы, как при высокой температуре, тебя ломает, корежит. Все, да, Агатушка? Ну, вот, не знаю, короче, вот так. Я еще на таблетках. Агате, мы тоже сейчас нет у ней температуры, но мы все равно ставили свечку. Потому что она такая очень капризная и неаппетитная. Да? Ну. Мы поедем к доктору. Мама тоже первый раз поедет к этому доктору с Агатой. Потому что до этого... Вообще у нас целая история с нашими чешскими врачами. Когда-то, давным-давно, да, мы ходили в такую специальную... Ну, это частная, да, клиника? Какая? Ну, вот на Праге-8, куда мы ходили. Да, они все частные. В смысле, это все частные практики. Ну, да, все работают за страховками. Но мы, как это по-честски говорят, мы самоплацаемые. Я не буду называть по воле каких-то причин или событий. Мы за каждый поход к врачу, как бы, платим деньги за ребенка. И когда мы выбрали нашего педиатра, давным-давно, мы выбрали... Как я помню, мы, наверное, выбрались за Матеки, когда у Матеки были проблемы с зубиками. Он упал. И нам надо было удалять передние зубики ему. И нам согласились... Я очень долго рассматривала и читала, где это лучше. У нас есть большая больница Матол. Ну, я слышала о ней, как негативные отзывы и так далее. И мы поехали в канадскую клинику, да, как называется? И там был очень хороший врач по отзывам, педиатр, он очень известный, он согласился нам. Проблема была в том, что нам нужно было делать первый раз с Матей в три года наркоз. Потому что эти зубики, которые убирали, мы делали под общим наркозом. И нам разрешили прям присутствовать там, где... Верёвка. Верёвка, ну... Да, старенькое одеялко, верёвку, потом обрежу. Вот. И нам разрешили там присутствовать. Этот врач сам лично делал наркоз. И он же и работает на Праге-8, как называется? Мама, нельзя сейчас пить по спагонам. У неё там. Я вот тоже что-то у меня из головы вылетела, куда мы... А, бигдон. Как? Бигдон. Мигно? Мигно? Угу. Вот. Педиатрия бигдон. А что вы пропустили? И там нам тоже поначалу очень нравились все педиатры. Но как-то со временем, я не знаю, это моё личное мнение. Я всегда это называю какой-то сектой. Ты когда начинаешь там что-то платить, я не знаю, это мой личный вывод. Я не знаю, как, Кость, ты думаешь на это чё-то. Но там, когда начинаешь платить, то почему-то надо заплатить за это, заплатить за то, заплатить за третье. Мама, педиатрия? Да. И такое ощущение... Она не разговаривает. Она не разговаривает. Педиатрия, ну, в Праге очень такая странная. Ну, в Чехии. А потом что? Как говорится, когда я была в России, у меня детей не было, поэтому мне вывод делать не ищу. А теперь есть. А теперь дети есть, да. И когда приходишь к врачу, они берут и, к примеру, не сразу начинают осмотр твоего ребёнка, а 20 минут они, например, записывают на компьютер. На компьютере, да, они пишут? Да, на компьютере. Вот, они пишут 20 минут на этих старых машинках. Потом они начинают... Откройте рот, покажите то-то, сё-то. И на этом заканчиваются. И, как правило, они выписывают, вот сколько лет мы ходили, одни и те же лекарства. То есть, вот мне уже, в принципе, бессмысленно идти к доктору, если нет на то особой причины. То есть, если ребёнок просто заболел вирусом каким-то, что я туда приду, они в 20 минут будут записывать состояние моего ребёнка. Я им буду говорить о том, что и как. Потом они посмотрят горлышко, пропишут, как всегда, одни и те же какие-то препараты, которые не каждый раз нам подходят. Мы заплатим за это деньги и уйдём. В принципе, я уже сама настолько доктор, за многие годы просто привыкла доверяться своей интуиции. То есть, понятно, что если ребёнок заболел сильно и конкретно, конечно, я не буду его держать дома. И в первую очередь, конечно, я пойду в неотложку или, как в Чехии, поготовость. На поготовость. То есть, ты везёшь... Цум-цума. Ты берёшь ребёнка, если он заболел, везёшь туда, там можешь простоять в очереди тоже 2 часа, и врач тогда осмотрит твоего ребёнка быстро. А если, например, какой-то вирус или, я не знаю, бактериальная форма какая-то болезнь, всё равно. В Чехии ты должен прийти, в принципе, на третий день. Они тебя не записывают сразу, не могут принять на следующий день, утром, ночью. Они... Ты к ним должен прийти... Ага, откуда ты пошла? В компьютер. Не, подожди, пожалуйста. Сейчас мама разговаривает. Ну вот. И опять я сбила с мысли. Ты говорила о том, что они просят прийти на третий день. Да, на третий день, потому что здесь никто на высокую температуру, скоропомощь не выезжает. Вот, например, Агата приехала, у неё было 39,4. И если бы я вызвала скорую, они бы на меня посмотрели как на дуру, и, конечно, бы ко мне никто не поехал. Это считается, что я у них, как бы, что скоропомощь не будет тратить своё время, которое бы оно могло потратить на тех людей, которые на самом деле требуются экстренной помощи. Поэтому здесь ты можешь записаться через три... То есть врачу к педиатру прийти через три дня примерно. Они как говорят, что если это вирус, то через три дня температура сама начнёт спадать, а если это не вирус, а бактериальная форма... То есть через три дня мы сможем определить, что это такое? Да, но и сейчас... То есть когда есть ли бактерии, тогда уже достаточно убирать. Но и сейчас стало намного легче, потому что сейчас продаются уже тесты, которые определяют, которые ты можешь даже сам купить и определить на вирус или... Но мы не пробовали. Мы не пробовали, да. Короче, получается так, если ты идёшь делать прививку ребёнку, это всё на твоей ответственности. Родители сами берут ответственность, они подписывают бумаги о том, что ты ответственен за своего ребёнка. Ну и тут точно так же получается, что либо страховка покрывает, либо ты платишь за то, что ты пришёл в кабинет, 20 минут там просидели, прописали. Я, конечно, всю жизнь доверяла медикам. Для меня медики казали, что это боги, что они должны спасать людей. И 100% они и спасают. Но вот касаемо педиатрии... Я правильно по-русски говорю? Да, да, да. Да? То для меня это как-то очень странно. Помнишь та первая педиатра, которая была в Боряске? Да, да. Хорошая. Она говорила, оставьте ребёнка в покое, сам быстро, если не хочет, пусть не ест. Дайте ему роблик. Если будет роблик, пусть не ест. А то собачка, когда болеет, тоже не ест. Ну и дети так же. И не хочет есть, оставьте, оставьте. Наверное, как Комаровский, такого варианта. А мы, когда переехали в эту деревню, нам, конечно, стало далековато ездить до нашего педиатра. И мы решили пойти вообще в простую нашу деревенскую, точно так же, поликлинику. Это что у нас со школой, что с поликлиникой. Костя туда же ездил с Мотикой и с Агатой, и я ещё не была. И вот мы сегодня поедем, потому что мы недавно записались. А ты там уже была, да. И вас папа возил, да, к доктору. И сегодня мы поедем, покажем твоё горлышко и расскажем, как ты себя чувствуешь. И они, наверное, опять будут, минут 15, записывать, как ты себя чувствуешь. Но мы решили всё-таки, чтобы посмотрели, потому что вирус какой-то очень странный. То есть ты болеешь, тебя всю ломают, а температуры, например, нет. Либо иммунитет не борется. Но и у Агаты так получилось, почему-то у нее была 2 дня температура. Свечка. И со свечкой температура падала очень, так, спадала очень слабо. Опять мой русский язык. Извините, если я им что-то неправильно говорю. А у меня вообще была какая-то как-то странная. Вот вчера я лежала, я вчера почти весь день лежала. Меня всё ломало, окорёжило. Мне было как при температуре, как будто у меня высокая температура. При этом градусник ничего не показывает. Я выпиваю таблетку, и мне резко становится хорошо. Проходит часов 5, меня заново начинает колбасить. Так что вот мы сегодня поедем, убедимся, что же у нас там вирус или что у нас такое. И получилось, что я вчера больная, почти проспала. Я вчера проснулась в пол 11 вечера. То есть так мне было плохо, что я своих детей практически не видела. А получается, что у нас в Моте 20 июня день рождения. Я ему, я буду его поздравлять. И ты будешь его поздравлять. И это для нас ещё другая проблема. Потому что вчера мне надо было на работу, я не ходила на работу. И так получилось, что я всегда на каждый день рождения коплю небольшую денежку. Ну, чтобы Моте от праздновать день рождения. Потому что мы как бы не обладаем большими финансами. Заплатим за дом, за машину, за какие-то разные учеты. Учеты это по-чешскому. Сделаем мы определённые какие-то сплатки. И то есть вообще как бы не особо много денег остаётся. То есть большая часть всех денег, она просто уходит. То есть я её вообще не вижу. Вот. И я всё время думала, что я всё ещё успею, успею, успею до его дня рождения. И так получается, что время осталось очень мало. День рождения следующий в среду. Мы сперва хотели отмечать и в субботу. Потому что все детки, ну как бы родители выходные. И деток могут привезти в гости. Потом у нас его друзья, соседи рядом. То они в субботу уезжают. И мы решили сделать в среду. Так как среда это 20 июня, день рождения Муськина. Потом мы стали смотреть в среду. И на среду выходит плохая погода. У нас просто вот как раз перед этим два дня была очень плохая погода. Вообще было ощущение как будто как осень. Была жара, жара. 27, 28. И потом пумс, дождь, темно на улице. Прям такая осенняя, осенняя депрессивная погода. Сегодня опять солнышко. И только мы вчера договорились переменить день рождения на субботу. Мы смотрим по прогнозу погоды. Оказывается, на 20 опять хорошая погода. Мам, я не знаю, не сильно. Ну, Агатушка, потерпи немножко. Сходи с папой, посмотри, какие огурчики у нас там растут. Сходи, посмотри, пока я говорю. Я сейчас как раз договорю. Вот. И так мы сегодня... А Матей уже разнес приглашение, что мы вначале будем праздновать 20 июня, в среду. Потом в связи с плохой погодой мы решили на субботу. Сегодня он понес, что будет на субботу. Теперь непонятно, какая будет в субботу погода. Но еще к тому, что две девочки позвонили, родители девочек, которые... У одной девочки в среду экзамен, да, по музыке. У другой тоже какие-то причины, что им лучше бы было в субботу. И на самом деле мы так и не можем понять, придет ли кто-то к Матею, не придет. И в принципе день рождения... И день рождения у него в среду. И как бы я должна ребенка поздравить. А первый раз его друзья со школы придут как бы в субботу. И я разрываюсь между этими двумя днями. Во-вторых, мы пообещали Матике купить подарок. Как это называется? Игровая приставка. Игровая приставка. Но она стоит очень... достаточно дорого. Да. И... И у нее можно. Да. И я когда посмотрела на свои финансы, поняла, что это слишком накладно мне игровую приставку. И отпраздновать есть... сколько? 14 человек придет. 16. 18. А я боялась Матике сказать, Матике, давай чуть-чуть попозже мы тебе купим игровую приставку. Но Матике это просто для меня душа. Он сказал, конечно, мама, не проблема. Хотя он этого ждал почти целый год. Этого подарка. Я говорю, давай мы отпразднуем, сделаем какие-нибудь маленькие подарочки тебе, а потом купим тебе игровую приставку. Если ты хочешь. Или игровую приставку, но тогда детишек поменьше. Но он захотел, чтобы друзья пришли. Поэтому я сегодня еще целую ночь не спала. Ломала голову, как можно отпраздновать дешевый день рождения ребенка и что-то сделать своими руками. Хотя, опять же, на это нет никакого времени у меня. Потому что мы болеем, потому что нужно на работу. Я думала, в этом году я просто что-то куплю и не буду ни на чем заморачиваться. И будет все легко. А теперь понимаешь, что нужно что-то сделать еще своими руками, чтобы это было не финансово затратно. Так что и у меня теперь голова кипит. Я не знаю, как сделать правильно. Вот сейчас мы поедем к доктору. Потом мне нужно... Ребята поедут домой, а мне нужно остаться в магазине. Закупить каких-то предбомбасов. Я хочу что-то испечь сама. Хотя мы им заказали торт Майнкрафт. Как бы в стиле... В стиле Майнкрафта. Надо еще решить с этими шариками, которые тоже Майнкрафтовские. Вот. А самое, почему мы из-за погоды переживали. Потому что, ну, если погода хорошая, то дети на улице. И мне не нужно развлекать чешских детей, я не знаю, какими-то там байками. Я не знаю, как с ними общаться. Вот. А так бы они купались в бассейне, там, что-то кушали и так далее. Сегодня... Вчера мне пришла идея, что... Можно сделать что-то... Короче, у нас много... Куча икеевских коробок, да? Их еще докупить. И из них они могут устроить какое-нибудь строительство. Там, если... Ну, просто если плохая погода... Я не знаю, как дети. Одно дело, дети близких друзей, которых там 5 человек, 6 человек. А когда целый класс, и все честкоговорящие, и как мне их развлекать, я не пойму. Короче, по этому поводу очень сильно... С одной стороны, переживаю, а с другой стороны... С другой стороны, не знаю. Мне уже как-то... Может, потому что я болею по барабану. Потому что я вообще по жизни... Нет, я не по жизни. И вообще... Ну, может быть, года за 4, до появления моих детей, мне казалось, что я такой перфекционист просто. А когда появились дети, мой перфекционизм стал разваливаться. Но это вообще считает болезнью, да, Костя? Ну, типа, нездоровая психика, когда тебе все хочется, чтобы было все правильно, чтобы все... Странности характера. Странности характера, нет. Но так у меня это не было до... В моем возрасте, 18-20 лет. Не было. Мне года за 4, вот, до появления. Может, как я начала бить свое гнездо... Вот мне надо было, чтобы все было хорошо, чтобы было все аккуратно, чтобы было все по полочкам. Если было, что-то мне нужно было решить, то я... Там нет все по полочкам. А там нет все по полочкам, да. Вот ты показываешь вот туда, нет все по полочкам. Можешь папе показать, что там нет все по полочкам, потому что... И вещи до своей игрушки. Да, да, да. И это тоже входит в мою проблему, потому что, как я заболела, когда я уходила с первого этажа на второй, было все по полочкам. А что там оказалось, почему не по полочкам? Ну, почему там встала не по полочкам? Я все раз не села. Почему? Потому что я хотела во все поиграть. Ты хотела во все поиграть? А, а когда поиграешь, что мама говорит, нужно делать? Убирать. Убирать. А почему мы не убирали? Я не убираю. Мне пока скучно убирать. Скучно убирать, да, когда кто-то не помогает, а еще ты болела. Нет, ты все равно у меня умничка. Ты вчера даже больная, поехала с папой в магазин и помогала ему купить продукты. А ты была вчера хозяюшка, больная, за место мамы. А мама просто два дня в лежку. А когда я просыпаюсь, то мне все время кажется, что мой дом разваливается. Просто разваливается все. Меня сразу накатывает такой депрессняк. А потом я понимаю, что это неправильно. И я начинаю смотреть на все это. Вот знаете, как дети смотрят в калейдоскоп, когда вот так прищуриваются. Я не знаю, мне так легче становится. Я думаю, ну ладно, недомытый, недомытый, не убранный, не убранный. Валяются игрушки, валяются. А потом вот так вот приношу, даю Агате игрушки. И кажется, ну вот коробка, здесь лежат игрушки. А потом я понимаю, что вот эти игрушки, они все... Они просто все разные. То есть получается, что у тебя тут валяются игрушки и от домика, и от другого домика. Это как лёли. Ну, то есть такой микс, который просто не придумаешь. Просто вот сборная. Сборная солянка. И всё, у меня начинает колбасить. Да, а ещё когда мы сегодня с тобой поссорились, так у меня вообще глаза вот так вот моргают. Потому что Агату, конечно, да, вот как у тебя. Капризно и очень тяжело вынести. Да? И она не может дать объяснение, почему ты плачешь на всё. Я тоже в детстве была плакса-вакса. Но мне нужна была на это определённая причина. А ты у нас вот... Ну, у меня такое ощущение, что просто без причин. На всё, на всё, на всё. О, ладно, ребята, я, наверное, о вас заговорила. И я, конечно, в таком виде... Вот, кстати, я с утра проснулась. У меня было лицо всё вот так вот наперекосяк. И то, что мне с утра... Я смогла себя привести в порядок, это вот такая сыворотка от Dior. Первый раз в жизни купила. Позволила себе купить... Ну, у меня ещё, правда, есть Агланкома. И вот от Dior я попробовала себе купить эту сыворотку. Это, конечно, никакая не реклама. Это я просто говорю о том, что как быстро себя привести в порядок. Если кто хочет, попробуйте. Очень советую, очень хорошая вещь. То есть ты просыпаешься, умываешь лицо, очищаешь его полностью. А потом... Вот она очень странная такая консистенция. Такая вот розовая. А ты сможешь поближе поднести мне сюда? Ага. Ну, вот показать, что возьмёт камеру. Возьмёт камеру или нет. Сейчас, можете. Это для тех, кому за 40. Вот. И если ты проболел, или у тебя была, я не знаю, у кого тяжёлая вечеринка, или какая-то... много работал, или с детьми недосып. Я не знаю. Я первый раз попробовала на себе. Я не знаю, возьмёт он. Не отсвечивает. Видно так? На руках. Вот. Сейчас, подожди. Выставит. Потому что она может не взять. Она очень странная. То есть на вид она выглядит такого розового цвета, как тональный крем. Ага. Я вообще пользуюсь, как правило, недорогими средствами. Просто, ну, у меня нет таких особо финансов. Все мои финансы уходят на детей. Но иногда я себе позволяю какие-то такие вещи. А так я пользуюсь, как бы, бюджетной косметикой. Вот я себе позволила купить вот такую сиборь. Я не знаю, её тоже видно или нет. Не отсвечивают? Мама, помоги. Сейчас папа тебе поможет. Да, котюшка. Видно. Видно, да? Потому что я не бьюти-блогер, я не провожу никакую рекламу. Я просто советую, потому что я сегодня встала. У меня всё лицо опухшее. Я практически два дня провела в постели. И вот, она вот такая консистенция. Очень приятная. Её наносишь вот так на лицо. Я просто... Я просто... Даже хочу... Хочу... Ты давай хочешь только? Баба, язык, плаги. Баба, я хочу просто... Ну, потому что мне она понравилась. Баба, помоги. Мне она понравилась, и... Я купила её. Мне её продали, если честно, за пол цены. Надо знать места. Когда я посмотрела, то на российском рынке она стоит от 7 до 9 тысяч рублей. Примерно так. Я не знаю, сколько стоит у нас, потому что я купила за пол цены. Вот. Но на самом деле, эффект для меня... Я читала у всех разный. Кто-то писал, что кто-то не... Ах, от Диора. Кто-то писал, что прям вау. Кому-то... Очень подходило. И на себе я увидела. Буквально через день, через два. То есть, если я просыпаюсь, у меня не накрашены ни брови, ни ресницы. У меня лицо светлое. Получается, что синяки под глазами после работы и так далее. То эта сыворотка очень быстро приводит кожу в порядок. Она как бы... Там написано, что она... Как делает? Не окраску, а... То есть, кожу выравнивает. И получается, вот эти синяки, которые под глазами, она как бы делает их равномерными и очень быстро разглаживает морщины. То есть, вот если кому-то будет интересно, то вы можете в интернете погуглить по поводу сыворотки Диор. То есть, от меня я советую. Потому что, если бы я сейчас не использовала эту сыворотку, я понимаю, что я и сейчас не красавица все же, но если бы я ее не использовала, то я вообще сидела бы вот такая. Так что, ребята, попробуйте. А мы поедем к доктору. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok